Когда в США выборы президента? Что будет, если победит Трамп? Может ли Трамп участвовать в выборах? Его же судят. Мы ответим на все вопросы. Выборы президента США в 2024 году состоятся 5 ноября. Бороться за постглавы государства будут действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Большинство экспертов во всем мире говорят, что эти выборы будут историческими, из-за диаметрально разных политических курсов кандидатов. Что будет, если победит Байден? Начнем с того, что у Джо Байдена, согласно результатам нескольких независимых соцопросов, сейчас наименьше за три года рейд, всего 34%. В первую очередь из-за его возраста. Сейчас ему 81, а в случае победы он станет президентом 82, и к окончанию президентского срока ему будет почти 86. Во-вторых, Байдена критикуют из-за Израиля. Одни упрекают Байдена в недостаточной поддержке Израиля, другие недовольны тем, что США оказывают ему финансовую, военную, политическую поддержку, закрывая глаза более чем на 36 тысяч погибших мирных палестинцев в Газе. При этом нынешний президент США декларирует миротворческие цели и требует прекращения убийств в Украине. Политика Байдена – это политика альянсов, договоренностей, дипломатии и внешних связей. Кто будет, если победит Трамп? Этот вопрос беспокоит десятки, а может и сотни миллионов людей в США и за их пределами. Дональд Трамп, как говорят политологи и политтехнологи, непредсказуем. Рейтинг бывшего президента составляет около 40% голосов избирателей. Ему сейчас 77%. Трамп хочет сделать Америку снова великой, и его предвыборные обещания в основном связаны с внутренней политикой и экономикой. Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а уже потом дипломат. Он хочет ужесточить и без того высокие пошлины на ввоз китайского товара в США, чтобы поддержать отечественных производителей. Трамп призывает сократить военную и финансовую помощь Украине, Что касается санкций против России, то они могут быть ослаблены, если это принесет пользу для экономики США. Трамп анонсировал возможный выход с Штатов из НАТО. По Израилю позиция Дональда Трампа до конца не ясна. С одной стороны, он не раз публично поддерживал Тель-Авив и обещал разогнать пропалестинское студенческое движение. С другой стороны, призывал Израиль закончить боевые действия в Газии и вернуться к миру. Как Трамп может участвовать в выборах? Его же судят. Да, действительно, против Трампа открыто несколько уголовных дел. По одному из них, в фальсификации документации при выплате денег бывшей актрисе фильмов для взрослых, в Торме Дэниелс, суд присяжных признал его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Ему грозит до 4 лет тюрьмы или штраф. Приговор по этому делу будет вынесен 11 июля. Но Трамп уже заявил, что подаст апелляцию. И что у него есть неприкосновенность, как у бывшего президента США. А само судебное разбирательство он считает политически мотивированным. По американским законам, даже его тюремное заключение не помешает Трампу участвовать в президентской гонке. А в случае реального срока в тюрьму вместе с ним отправятся сотрудники госохраны, которые должны пожизненно его охранять, как бывшего президента США. Субтитры создавал DimaTorzok